друзья мои снова всем привет ну что сегодня у нас 20 апреля как видите я стою в футболке был я на рыбалке вчера но правда ничего не снимал по той причине что вчера был ну просто мы стояли часа два с половиной три под конкретным дождем проливным промокли я вчера не мог застегнуть карабин было реально холодно то есть меня вот прям вот текло вот так вот все то есть снимать ролик просто не было никакой возможности и я уже вообще непрерывно нахожу находился на рыбалках практически две недели то там только один день я на монтаж выбирал ну то есть перемешку ездил где-то на карася где-то на спиннинг на судака то сейчас я нахожусь на берегу калининградского залива здесь ловить абсолютно нельзя потому что сегодняшнего дня начался запрет и запрет у нас начинается 20 апреля по 20 июня такой двухмесячных просто знаете были у меня комментарии там по прошлому году что а что-то не в россии живешь что у вас запрет какой-то другой нет ребят дело в том что запрет в каждом регионе идет по-своему где-то какой-то регион может быть холодным где-то какой-то регион может быть теплее то есть рыба в разное время не листится и соответственно законодательство под эти моменты подстраивается соответственно сегодня здесь вот за горизонтом нет ни одной лодки здесь ну ловить просто нельзя хотя еще вчера здесь даже невзирая на плохую погоду здесь было нам ну лодок 30 точно сейчас до горизонта нет ни души и до чего я записываю такое вот вступление ребят потому что на самом деле с подписчиками нередко возникают такие разногласия как ты ловишь запрет ну просто ребят монтаж ролика это все-таки не так быстро чтобы смонтировать один ролик меня уходит порядка дня целый день не надо потратить на то чтобы смонтировать ролик ролики часы будут некоторые отснятые выходить в запрет но многое конечно же за эти там две недели при даже больше чем две недели я не снимал потому что все таки были какие-то где-то плохие погодные условия этот вечно забивающий микрофон ветер то есть многие моменты я просто не снимал даже некоторые рыбалки я даже не брал камеры причем рыбалки даже были вполне неплохие где-то были трудовые где-то были классные рыбалки то есть не все я снимал но тем не менее что-то какой-то материал у меня накопился и сейчас он будет ну последовательно выходить ну аника друзья начинаем просмотр ролика так что приятного просмотра смотри такая поагрессивнее проводка продергивает тогда такая агрессивные подрывы с тобой я и скрестнусь и поклевка как просто я подсечку делал он сидит там у меня да я чё-то да подсечку я видел но я посещу как-то машинально рука сделал это не я он сидит арбузик арбузик опа отвалился сейчас да пока установимся на переехали украинцы ну получше повзрослее уже акушарик прям такой жена как надо есть есть контакт пошла возня пошла жара не вот окуню кстати вот эта вся фигня ему как-то пофигу честно сказать да замечал но он тоже будет сейчас поклюет потом будет капризничать вот судак да вот судака сегодня будет уговорить непросто есть жара пошла до жара пошла хорошо упирается блин прям такой бойки бойки акушара ну прям такой боец но тоже покрупнее такой не самый мелкий это уже горбач это уже горбач пошли размеры получше на кончике губы висел друзья и снова всем привет ну что очередная вылазка залив я уже даже забыл что я ролик не снимаю что камеры не одеваем в принципе мы нашли окуня в принципе вполне неплохо вот таких вот арбузов хороших ловим то есть принципе рыбалка уже удалась я просто даже камеры не одевал сперва ну а в общем цель у нас друзья сейчас постоять на окуне и процессе дальше начинать поиски судака сейчас сперва в принципе хорошо клюет пока оторваться невозможно поэтому пока еще половим маленькое и будем отправляться сегодня мы в компании с дмитрием и маратом марат марат практически стал счастливым обладателем новый вот ну не новые лодки это сам купил себе перешел так скажем с с пвх-шки на алюминику уже еще не до конца только сейчас да и сейчас у него он в процессе обучение на права в процессе еще покупки но уже договорился поэтому да 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 приятные хлопоты поэтому сейчас поздравляю конечно по приобретениям потому что после пвх-шки все-таки на кастрюле уже куда комфортнее ходить вот как раз марат поехал поизучать как работает хайба тоже планирует в процессе приобретать это вообще вещь это конечно вещь я вспомню этот якорь ну да намаслаешься за целый день вот так еще по такой холодной воде еще по холодной воде да вот сейчас вот как раз изучает как он работает все это заодно потому что мы сейчас даже там элементарно вот стоим клюет на выбросе сместились метров десять и все и ты становишься той четкой рыба в принципе исправно клюет а вся лодка молока да 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 а вода еще холодная окунь еще икру никак не отбивает все никак вот он на икромет не уйдет обычно в этого к этому времени как правило уже должен даже от не реститься но пока еще никак вот ну вот надеемся что к выходным уже погода наладится и уже думаю что блин вся рыба наконец-то проснется и начнет нормально клевать в том числе и судак вот ну сейчас поедем дальше на поиски судака сейчас пока здесь потусуемся немножко пока пока клюет ну что друзья отвели немножко душу по окуню теперь дальнейшая наша цель это судак поэтому погнали искать его изначально у нас и такой план был именно намечен сперва поставить немножко так сбить оскомину на окуне а потом уже я надеюсь что получится нам судака сегодня найти так что погнали не знаю ну 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 судак это будет уже по первая победа но огрызок 1 грызок 1 суда да не она есть куда и деваться рыбы есть папку с мамкой да да образцовского но все равно мелочи приятно со второй заброса тоже хорошо из первого заброса закинуть надо сейчас ключик крупному подбирать крупному надо через за это сев рыбачий идти блин далеко опа по-моему акушарик подсел тоже да ну наверно бог его знает не я тоже теперь с судаком только не с тем а то я все это да тут сижу по делам тут на телефоне вот по цвету определились до что работает вот ребят такая приманка и вот такой вот недомерочный судак но вчера броня были такие прям сходы нормальные поймал нормально сегодня пока у нас клюет шнур от а ну вообще сместились мы уже спрятаться от ветра на что залив начал раздувать ветерок такой опять северяк опять холодный но вроде завтрашнего нам обещают нормальную уже нормальную более-менее погоду поэтому будем надеяться что и рыба будет намного активнее и мы просто комфортнее ловить и мы как-то все это со мной сегодня уже так руки не мерзнут как вчера например на вчера вообще я и весь мерз и и руки и весь сегодня даже пододелся потеплее ваника продолжаем продолжаем получать удовольствие но я красил полностью это уже по ободрал и засыпали на 5 поклевка за проводку 2 были на 5 да чё ты будешь 3 за проводку скорее всего подвисает либо окунь либо сейчас без хвоста приманку по ходу достану такое ощущение ну я думаю да но здесь эту приманку не чувствуешь на хвостик маленький тоже большие приманки чувствуешь когда хвост отрывает сюда да хвост без хвоста приманка оборвали оборвали хвостик у меня стоит десятка ну аку шарик хороший знатный аку шарик удар блин отвалился скотина зараза такая наверное да судя по удару да но не огни сильно мощный удар но приятный черный не ну вишь блин перемена места гаем их сумму меняет это зацепа вот это вот эта бровка это приманки тоже и приманка кстати тоже до пупок супер проход ну сто процентов черный да уже то что ты его вроде взял в рот и жадно в хорошую поклевку ну смысле это прям там вообще в начале можно добавить но ухты поклёвка какая классная блин ащи фу даже догнал еще раз получается отгрызла хвост ну и по типу джигрига сработала есть кто то есть кто то есть на акушарик башкой трясет и опять на на судак до башкой трясет как уши анрик ну вот друзья такой вот на на судак пускай идет растет ну что то как то мы посмещались посмещались много в опять позиции сменили это как-то поживее стало поживее вот или какой-то выход начинается или что но мелочевка конечно но все приятно поклевки такие иногда даже очень даже злые тоже поклевка да марат но все равно что-то дергает как-то по и ну может по горбам леща то полно просто повторяется похоже вчерашняя история вот под вечер прям выход уже ну так после второй половины дня вернее может быть сейчас мы че еще из отчетника и обахнем шнурков душили-душили-душили да хвосты только грызут такие демоны чуть-чуть покрупнее тюшку поставлю если я вот пока вот не сразу привыкну мясо и ксалки же короткая рукоятка вот я привык длинные это не все короткие вот это да я просто я давно вот как привык на длинные рукоятки ловит мне конечно вот этот переход будет непростой по весу я говорю 68 грамм вообще пушинка у меня стоит вот здесь альтегра еще 500 вообще я за целый день не устаю ну да вообще мягко на тоже по катушкам надо обновляться на конечными катушки равно откровенно и по сравнению с этим не ну блин она вроде так и до двенашки так прям интересно работает вершинка прямо классно очень-очень-очень он настолько чувствительный когда поклевка он как электронный вот так вот вы а классно 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 тут базару нет по офигенная чайка так чайка шикарная блин да да ребята чайка шикарная на самом деле до двенашки не мне прям понравилось я вот и хотел попробовать чтобы именно поклевку здесь первый заброс сразу прям прям приятно еще приятно очень приятно все вроде до двенашки а вес какой стоит стоит и стоит 12 3 грамм пола ночи блин хороший хороший интересная интересная палочка 229 короче длина единство да мне непривычно то что рукоятка короткая пока вот я привык я давно ловлю на длинные руках поклевка прикольно на тоже приманку какую такую подобрать похоже что нибудь и подсел блин мне непривычно вот эта рукоятка конечно я привыкут в локоть упирать ну то надо конечно перепривыкать были классно вообще классно мне что-то прям он зашел вроде бы тест небольшой такую прям шикарно прям шикардос льет подбородком смотри так же самое может быть да классно классно такого нифига я потестировал на два заброса 2 1 пока от 2 поклевки и одна рыба взял попробовать орион crazy fish мне понравилось интересно интересно достаточно палка и там повезло знаете с двух стрелых из двух забросов три поклевки поймите ли с трех забросов короче неважно три поклевки на и поймем интересно интересно удочка прям интересно конечно да хочу пошла надо тоже подборать приманку нужную ему напильник ну тем не менее главное рыба тоже неплохо опять также опять также в бороду да 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 как урок прям аккуратненько краешек вот он прям так что-то такое прям судачочек сегодня вяленькой да может не этот может что-то получше не надо подсак отвалился е-мое а этот тюшка там тут так в таком же цвете как ратата тоже вот на джек рик переоборудовался блин засада рыба хотя была нормальная сперва вроде ненормально короче ударил на меня пошел как бы ходом да он на меня пошел я думал шнурок а потом упираться начал да то есть после поклевки чисто на меня пошел болен хоть нормальную рыбу то сегодня у я увижу кроме этой рука шнурка ты всякой да так же самое да 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 прям в аккурат так не нежно нежно берет вообще так он не видишь не всегда поклевка вести киже тоже все нормальный мелочи приятно смотри уже взял пожаднее не кончик губы он прям взял на двойник ну прям нормально хотя бы а то не это все кончики губы были но самому рано мелочи приятно давай давай не забудь машине был ехать запаски дурок отпустил судака видел да 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 не забудь на выбросе просто приманка упал блин отвалился но просто упала начинаю подвину проводку сидит ну скорее да скорее да ну скорее не крупный судя по сопротивлением палку так сломаешь да вот это горбач вот это горбач реально а нифига 700 грамм да ну кажется большой пузатый но почему-то должен быть больше все равно пойму 700 грамм ровно приходится друзья постоянно передвигаться вот такие очень руль ключу я же на хайбе еду машинальный руль круче вот буквально там постоим буквально чуть-чуть смещаемся там постоим вот так пробуем там где-то чуть-чуть поклюет потом перемещается там где-то чуть-чуть чуть-чуть поклюет ну прям такого жирного клёва нет конечно но тем не менее вот бывают в регулярные какие-то выходы прям долбит и долбит но мелочевка в основном конечно же поэтому сейчас вот опять куда-нибудь сместимся так можно даже газу добавить быстро переехать уже принципе скоро занавес рыбалки так а ну вот у меня та точка и осталось сейчас как раз передвинемся это чё такое забагрил кого-то придумал зацеп сперва это не зацеп до пацан надо надо бы подсак надо бы подсак я по сперва зацеп подумал думал я еще думал за моторшуюся зацепился это его что-то в забагрил все-таки ну кто кто лес под подвожу подвожу он под лодкой под лодкой почти его леску смотри подожди вы не спеши не спеши я подведу его не спеши стопы стопы стопа то сейчас в леску про часы вымотаю его немножко пускай устанет чуть-чуть он шустрый да он лишь за плавник за верхний зацепился поэтому тут спешить нельзя о какой красавчик вот это я понимаю зацеп если что хороший такой нормальный лещиц нормальный он и отцепился в подсаке ну вот друзья такой вот красавчик клюнул я сперва подумал что это одну вообще одну за мотором так еще леска шла думал может за мотор где-то что-то начал цеплять потом понимаю бум-бум-бум вроде рыба вот так сегодня у меня еще и лещиц есть судака правда зачетного нету одни шнурки ну все друзья вот уже начала вечереть пора свинчить ну чё рыбалочка что не удалось все равно хоть она несколько было и трудовой ну поклевок немерено от кушаных хвостов немерено рыба пойма на чё нам еще для счастья надо все-таки до запрета не так уж много времени осталось поэтому мы будем сейчас проводить время в основном на судаке на судаке на окуни и тому подобное маленько нам друзья пора как всегда всем желаю здоровья всем не хвастанье чешуи пожизненно ну и до новых встреч на воде всем пока пока